Разрушают историю или работают на благо населения? Подписывайтесь на обновление и точно будете в курсе всего самого важного. В Душанбе сносят дом, в котором великий таджикский поэт Мирзо Турсунзаде сочинил свою знаменитую индийскую балладу. Двухэтажный дом с чайханой рахат в Душанбе называют частью исторического и культурного наследия города. Там в свое время жили и творили известные поэты, писатели, деятели науки и искусства. На первом этаже по соседству с нами жила семья Мирсаида Миршакара. Над нами на втором этаже семья Бакира Химзаде. В этом доме рядом жили также поэт Мухедин Фархад, писатели Пулот Талис и Фатех Ньюзи, политика и историк-герой Таджикистана Бабаджанга Фуров, композитор Зиоделоша Хиди, певица Гена Галибова. Кстати, после певицы в этом доме на первом этаже жил известный театральный режиссер Ефим Мительман. Вспоминает Фируза Турсунзаде, дочь героя Таджикистана Мирзо Турсунзаде. В этом доме поэт с мировым именем сочинил знаменитый цикл стихов «Индийская баллада», созданном под впечатлением первой поездки в Индию. Власти Душанбе, по ее словам, решили снести этот знаменитый дом в центре города. До наших дней не сохранился и дом в кишлаке Каратак, в котором родился Мирзо Турсунзаде. То старое здание я не помню, рассказывает нынешний хозяин двора Раджабали Рахимов. Но отец постоянно рассказывал, что здесь родился Мирзо Турсунзаде. Насколько я знаю, отчий дом поэта был обветшал, и его снесли еще в советское время. Во дворе мой брат в память поэта построил небольшой дом. Мы его называем «Дом гостей Мирзо Турсунзаде». Рухало Джурабой, директор музея Мирзо Турсунзаде в Шахринаусском районе, говорит, что у точьего дома поэта остались лишь деревянные резные двери, которые смастерил Усто Турсун, отец поэта. Эти двери хранятся в музее поэта в Шахринау. Ферузо Турсунзаде рассказывает, что отец в последние годы большую часть времени проводил в писательской даче в местечке Чарбет в Ардзобского района. Респонденты вместе с ней поехали на эту дачу, но попасть на территорию не смогли. На воротах висел замок. Охранник сообщил, что земля из-под бывшей дачи Союза писателей продана родственникам некого высокопоставленного правительственного чиновника, кому именно он не сказал. В Душанбе действует Мемориально-литературный музей народного поэта Таджикистана Мирзо Турсунзаде, который был основан 21 марта 1978 года в доме, где поэт провел последние годы своей жизни. Известный историк и член Союза архитекторов Таджикистана Гафур Шурматов говорит, что последние годы интерес к культурным и историческим моментам резко упал. Он признается, что борьба за сохранение исторических зданий столицы его сильно утомила и измотала. Местные власти, по его словам, не желают способствовать сохранению историко-культурного наследия. Литературовед Хафиз Рахмон рассказал, что в парке в Украине ему показали скамейку, на которой всего несколько часов сидел Николай Гоголь и редактировал свои рукописи. Эта скамейка находится под охраной государства. «Думаю, что мы тоже должны бережно относиться ко всему, что касается наших великих граждан, и сохранить их наследие для будущих поколений. Необходимо сохранить в первоначальном виде не только их дома, но и стулья, рабочие столы, одежду, личные вещи и рукопись», — сказал собеседник. Два года назад власти Душанбе приняли решение о сносе дома музея основоположника таджикской советской литературы и первого президента Академии наук Таджикистана Садридина Айни на улице имени Хамзы Хакимзаданиязи. Решение мэрии вызвало бурю протеста таджикской интеллигенции. Под натиском общественности власти города отменили решение о сносе дома. Власти Таджикистана объясняют снос всех старых зданий в Душанбе, в том числе исторических и культурных памятников, генпланом застройки города. Они заявляют также, что эти объекты не включены в список исторических и культурных памятников. То, что эти объекты не включены в этот список, не умаляет их значения. А в генплан при желании всегда можно внести поправки, заявляют противники сноса зданий старого Душанбе. А как вы относитесь к такой ситуации? Как вы думаете, стоит ли сохранить этот дом? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.